Пандемия коронавируса заставила многих пересмотреть свою жизнь и понять главное. Важнее всего здоровье, твое и твоих близких. В уходящем году людям разных профессий хочется сказать спасибо за самоотверженный труд и доброе сердце. Но в первую очередь слова благодарности в следующем сюжете говорят пациенты, которых удалось спасти тверским медикам, врачам скорой помощи, которые знают, как действовать в экстренных ситуациях. Прямо сейчас наша рубрика «Герои нашего времени». Жительница Твери Анна Иванова никогда не забудет тот страшный ноябрьский день, когда ей в тревоге позвонили родители и рассказали, что нашли ее 47-летнего брата Романа дома без сознания. В такой ситуации первое, что приходит в голову, звонить в скорую помощь. Как выяснилось, у мужчины случился инфаркт. Бригада приехала очень быстро. Они начали, естественно, сразу же тоже реанимацию делать. Я когда приехала, просто врача спросила, говорю, как состояние. Он говорит, очень тяжелое. Ребята работали настолько слаженно и профессионально. Это вот и низкий им поклон, это просто огромное им спасибо. Это действительно врачи с большой буквы. Как говорит Анна, благодаря тому, что помощь была оказана вовремя, а главное правильной – ее брат остался жив. Сейчас мужчина уже идет на поправку. В тревожной суматохе сказать слова благодарности было попросту некогда. Но мы разыскали ту самую бригаду медиков, которая на том вызове вернула пациента в буквальном смысле с того света. Застенчиво опуская глаза, доктор Сергей Гавров припоминает обстоятельства того случая. Была удачная сердечно-легочная реанимация. Пациент был реанимирован и доставлен в областную больницу, где он проходил дальнейшее лечение. Доктор работает на скорой помощи уже шесть лет. Признается, что помнит лица всех тех, в кого удалось вдохнуть жизнь. Помните всех пациентов, которых удалось оживить? Конечно, они все как дети. Есть в этой профессии, признается доктор, и радости, и сложности, и неожиданности. Никогда не знаешь, как пройдет смена. Безусловно, те дни, когда удается совершить своего рода чудо, запоминаются надолго. Конечно, большой эмоциональный подъем, что ты, в принципе, не зря сюда пришел, работаешь и можешь реально помочь людям в очень тяжелой ситуации. Сложнее всего, на мой взгляд, объяснить родственникам, когда мы уже больше ничего не можем сделать. Коллеги рассказывают, доктор Гавров всегда тактичен и спокоен, и подает хороший пример для молодых еще коллег. Лидия Захарова пришла работать на скорой помощи примерно полгода назад. В это непростое время. Она еще студентка шестого курса медицинской академии. Меня всегда привлекала медицина, и другой профессии я для себя не вижу. Такой боевой настрой родные и близкие поняли и приняли, где, как ни на такой работе, можно своими глазами увидеть всю возможность медицины. Тем более, в дальнейшем девушка планирует податься в реаниматологи. Как студента меня привлекает то, что здесь можно чему-то научиться, больше возможностей, посмотреть вообще на пациентов. Динамичная такая работа мне, я считаю, больше подходит из других специальностей. Каждый сотрудник бригады здесь важен и нужен. От мастерства и умения водителя тоже многое зависит. Довести тоже непростая миссия. А работа у скорой помощи в это непростое время пандемии, рассказывает главный врач Тверской станции скорой помощи Константин Маслов, немало. Помимо случаев заболевания коронавирусом, другие поводы для вызова никуда не делись. Хочу сказать слова благодарности всем врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, которые работают на выездных бригадах, водителям скорой медицинской помощи. Вызовы с подозрением на коронавирусную инфекцию занимают, ну, по сути, одну треть. А две трети, конечно, это вызовы инфаркта, инсульта, ДТП, вызовы к самым маленьким жителям. За последние вот несколько месяцев было более шести, по-моему, или семи случаев успешной сердечно-легочной реанимации. Лучшее доказательство того, что скорая помощь, она действительно скорая. Врачи скорой на сегодняшний день первичное звено оказания медицинской помощи. На обороне здоровья они под самым ударом. Найдется главврач станции скорой помощи буквально на износ. В 2020 году пациенты окрестили докторов не иначе, как ангелов в белых халатах. И все чаще звучат слова благодарности за спасение, за надежду, за внимательность. Пандемия закончится, а подвиг останется в памяти жителей Твери. Сами медики надеются, что следующий год принесет гораздо больше чудесных спасений и положительных событий. В числе следующих героев, о котором расскажет наш телеканал, будут врачи и полицейские учителя. Анонсы интервью читайте на информационном портале Панорама.Про.